Итак, мы приступаем к заключительной части рисования нашего дизайна. И сейчас мы с вами нарисуем наш контент и подвал. Давайте начнем вот с этих хлебных крошек, то есть место расположения, то, где сейчас находится посетитель. Включим направляющие, нажмем Катрелл плюс H и нарисуем наши хлебные крошки. Папочку с шапкой мы свернем, слой с небом занесем в эту папку, заходим в контент. Берем инструмент прямоугольная область выделения, выделяем, создаем новый слой и заливаем. Теперь дорисуем стрелочку, для этого берем инструмент «Произвольная фигура», здесь выбираем стрелку, нажимаем Shift и рисуем. Нажимаем трансформацию Катрелл плюс Т, переворачиваем и подгоняем под нужный нам размер. Так, отлично. Теперь слой с коррекцией пока отключим, чтобы свободно перемещаться по слоям. Эти двое слоя объединяем. Так, уменьшим непрозрачность у них до 60% и добавим текст. Так, здесь мы что-то растянем. Примерно так. Так, здесь у нас будет текст вот с таким цветом, с таким кодом, подчеркнут, так как это будут ссылки. А здесь активная страница будет вот такого цвета и не подчеркнута. Далее у нас пойдет заголовок. Шрифт Times New Roman. Размер 40 пикселей и цвет вот с таким кодом. Отлично. Далее мы добавим текст. Текст у нас будет вот с таким кодом. Цвет текста будет с таким кодом. Теперь мы добавим примеры работ. Они находятся также в исходниках. Называется пример 1, пример 2, 3, 4. Берем инструмент Прямоугольная область. Здесь ставим заданный размер, ширину и высоту по 400 пикселей. Когда выделили, берем инструмент перемещения и переносим сюда. Здесь мы уменьшим размер и делаем то же самое с остальными фотографиями. Как мы видим, эта фотография у нас не квадратная, как все остальные. Мы ее сейчас обрежем. Берем инструмент Прямоугольная область. Здесь ставим обычный. И обрезаем лишнее. Так. Сейчас у нас получилось, что картинки немного выходят за рамки нашего контента. Мы их все выделяем. Нажимаем КТРЛ плюс Т. и уменьшаем размер. После этого делаем примерно одинаковое расстояние между ними. И сейчас добавим им рамки. Щелкаем по первой картинке, добавляем обводку. Она у нас будет коричневого цвета. темно-коричневого, ближе к черному. Будет два пикселя и не снаружи, а внутри. Отлично. Эти слои мы просто скопируем для всех картинок, зажимая АЛЬТ и перетаскивая. Теперь мы добавим глянец на каждую картинку. Создаем новый слой. Берем инструмент перо, или лучше возьмем инструмент прямолинейное лассо, и делаем такой вот треугольник. После этого берем градиент от белого к прозрачному, линейный градиент, и здесь не должно стоять инверсия. Проводим наш градиент, снимаем выделение, нажимая КТРЛ плюс Д, и привязываем с помощью АЛЬТа к нашему слою. Копируем данный слой, зажимая АЛЬТ, также привязываем, нажимаем КТРЛ, и переносим с помощью трансформации. Переносим сюда, здесь слой наверх, также привязываем, и последнему слою. Отлично. Сейчас только немножко убавим непрозрачность, до 70%. Дальше добавим оставшийся текст. Вставляю текст. Как мы видим, он немного не поместился, это из-за того, что у нас слишком большие картинки. Картинки выделим, объединим в одну группу, нажав КТРЛ плюс G, и еще немножко уменьшим. Так, отлично. Передвигаем. Вот теперь отлично. Осталось нам нарисовать футер. По стилю он точно такой же, как в нашем меню, поэтому мы просто скопируем данную текстуру. Щелкаем по текстуре дерева, зажимаем Alt, и переносим в подвал. Так, в композиции корректирующий слой включаем. Так, здесь нажимаем КТРЛ плюс Т, и переносим вниз. нам его необходимо сдублировать. Еще раз нажимаем КТРЛ плюс Т, и переносим опять вниз. Отразим по вертикали, чтобы была асимметрия. Отлично. Объединяем. Даем название. Он у нас явно там темнее, поэтому мы с помощью уровней сделаем его потемнее. Примерно так. и добавим оставшийся текст. ООО ЛД, название компании, и все права защищены. Здесь мы сдублируем наше меню. Для того, чтобы заново не писать, просто копируем текст и здесь вставляем размер здесь 14 пикселей. и здесь у нас стоят разделители. Вот так вот. Далее номер телефона, единый справочный. номер телефона сделаем побольше. 18 пикселей. Включим линейку, нажавка Travel Plus R и выровняем наш текст. Здесь у нас небольшой косяк. Небо не стер я, поэтому стираем, чтобы было чисто. Отлично, вот и все. Дизайн сайта наш готов. Его уже можно сверстать, запустить и принимать первых клиентов. На этом все. Надеюсь, вы узнали много нового для себя, научились создавать классные, шикарные дизайны сайтов. Желаю вам успехов, удачи в обучении, в практике. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих наших видеоуроках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!